Доброго времени суток, с вами Дрим, ваш персональный тренер и коуч. Сегодня я хочу вам рассказать про силу воли и рассказать 10 упражнений для ее тренировки, точнее тренировки силы воли, потому что влиять на других без сильной воли просто невозможно. Если эти действенные упражнения 10 ввести в вашу жизнь, то ваша жизнь раздавется на 10 хороших привычек, потому что умение управлять другими людьми тесно связано с личными качествами, одним из них является сильная воля. За человеком тряпкой, ну вряд ли кто пойдет, пойдут последователи, у них мало друзей, они не пользуются успехом даже у женщин. И если все уже сказано не про вас, а если про вас, то тем более, следующие упражнения помогут вам развить сильную волю. Итак, упражнение номер 1 это поиск спрятанной силы. Это начальное упражнение, и цель его определить и почувствовать, что такое мышца воли. Нужно понять, какое оно, это волевое напряжение, и как по желанию проявлять усилия. Разрабатываем для себя легкое задание, любое, но лучше полезное. Например, утром умылись, складываем полотенце и убираем его в определенное место. Вечером в одно то же время вы переносите предмет обратно. Выполняем это упражнение месяц, даже если это действие войдет в привычку, это будет хорошая привычка. Второе это понимание силы. Выбираем интересную для себя деятельность, например, спортивную игру. Чеканить, например, мячом. Это модно сейчас и не требует много места. Можно заменить мяч ракеткой, мячиком для пинг-понга. Чеканим 2 раза в день по 30 ударов. Основное правило, если определились сделать определенное количество ударов, то их должно быть ровно столько и ни на один, ни больше, ни меньше. И смысл уметь сдерживать себя, выполняем также 30 дней. Третье упражнение это нормализация. Смысл этого упражнения сделать подконтрольный режим сна. Приучить себя ложиться спать в одно и то же время, быстро засыпать и спать не менее 8 часов и не более 10. Упражнение номер 4 это работа и отдыха. И цель сделать подконтрольный режим отдыха и деятельности. Разбить любую деятельность на равные промежутки, как в школе, примерно по 45 минут. Делать регулярные паузы для отдыха минут на 10 и менять вид деятельности. Желательно, чтобы это упражнение осталось не только тренингом, но и вошло в привычку. Номер 5. Волевое общение. При разговоре и беседе контролировать свои слова и эмоции. Представляете, как вы выглядите со стороны, контролируете свои жесты и мимику. Запомните хорошее правило, мысль равно действию. Любое действие и слово должно быть подчинено разуму. Упражнение номер 6. Волевая трапеза. Выполняется просто полный контроль процесса поглощения пищи. Спокойно, медленно, осмысленно. Ощущаем вкус и аромат. Представляем и настраиваемся, как заряжаемся энергией и становимся сильнее. Не набиваем пузо до отвала, а едим только когда голодные. Упражнение номер 7. Контроль жилого пространства. И это упражнение должно стать привычкой. Держать свое рабочее и жилое пространство в порядке всегда. Знайте, что и где лежит. Есть хорошее правило, убирайте все то, что режет глаза. Тогда постепенно все будет в таком виде, как вы себе представляете. Упражнение 8. Волевое планирование. Составить план на день, на месяц и на год. И чем точнее он будет, тем лучше. Следовать своему графику. Девятое упражнение. Ищем лень. Смысл в том, что если у вас появились дела, которые вам делать не хочется совсем, но нужно, нужно наоборот их сделать. Не хочется рано вставать, выпрыгиваем из постели. Не хочется уберить комнату, схватили ведро веник, сделали и так далее. И последнее упражнение это волевое укрепление. Смысл в том, что нужно каждый день заниматься физическими упражнениями. Это может быть и обычный бег, и домашний фитнес, и крутая секция. Главное, чтобы это вошло в вашу жизнь и изменило вас. И запомните еще одно хорошее правило. Сначала вы укрепляете свою волю, а потом воля работает на вас. С вами была Дрин, персональный тренер и коуч. Записывайтесь на консультацию на сайте кмечте.ру. Целую, пока.